Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео мы с вами продолжим разбирать ловушки в дебюте и в данном случае это будет один из моих любимых дебютов, то есть защита Грюнфельда. Итак, защита Грюнфельда возникает после таких ходов, как d4, f6, c4, g6, c3 и d5. Очень важно черно пойти d5 именно на этом ходу, потому что если сыграть не d5, а допустим слон g7, то тогда будет e4, давайте покажу, и соответственно теперь уже d5 просто плохой ход. Уже получится, что черные почти обязаны играть d6 и перед нами страницкая защита. В этом важно пойти d5 именно третьим ходом. Что ж, дальше у белых есть разные ходы, но безусловно самый принципиальный вариант это ход cd, но объективно говоря у белых есть много и других хороших ходов, в частности ход кf3. То есть понятно, что это хороший и сильный ход, и почти в любой позиции ход кf3 будет одним из лучших, и в данном случае как раз таки то же самое, то есть кf3 это хорошее и сильное решение. Черный, конечно, играет слон g7, далее последний ход слон g5, именно ход слон g5 будет таким и ключевым в сегодняшнем моем видео, то есть все партии, которые мы будем разбирать, будут с ходом белых слон g5, либо на четвертом, либо на пятом ходу. Ну и в этой позиции главный и самый сильный ход за черных это все-таки конь e4, именно данный ход я и буду рекомендовать вам, но в принципе так как черные сыграли в партии, тоже вполне возможно. Они походили dc. Ну что ж, dc, далее последовало e3, но e3 довольно спокойный ход, который не ставит больших проблем перед черными, конечно же за белых более агрессивный ход, это ход e4, то есть сейчас e4 ход возможный, пешка защищена и, конечно же, за белых выглядело самым логичным именно захватить пространство. Но, однако, e3 тоже, понятно, не ошибка, поэтому давайте смотреть, что было далее. Итак, e3, черный пока играет слон e6, но идея довольно простая, это укрепить пешку на c4. Далее последовало конь e5, конь d5, и вот в данной ситуации, как ни странно, последовала, по сути, ключевая ошибка всей партии. То есть белые сделали вроде как логичный и сильный ход, а именно слон c4. Но на самом деле данный ход уже фактически форсированно проигрывает. То есть важно было забрать пешку на c4 другой фигуры, а именно конем. Ну и после конь c4 далее у белых простая игра, это слон e2, рокировка, но черные тоже, конечно же, сделают рокировку, где-то будут в будущем выводить коня с b8, либо на d7, либо может даже на поле c6. И, соответственно, возникает примерно равная позиция. Ну а слон c4 это уже серьезная ошибка, и хотя ход выглядит очень логичным, но здесь из-за конкретных тактических обстоятельств ход плохой. Итак, далее последовало конь c3, но bc играть, понятное дело, нужно. Солнце 4, конь c4, ход тоже единственный. И вот ферзь d5. Ну и в этой позиции уже выясняется, что просто белые не могут спасти фигуру. Партии последовало ход ферзь f3, давайте разберем, что было бы в случае другого хода, а именно ферзь b3. После хода ферзь b3 важно понимать, что белые не только укрепили коня на поле c4, но еще и прицепить их к пешке b7. Поэтому ферзь g5 играть плохо, и за черных еще очень важно сделать точный ход b5. Вот после хода b5 уже действительно позиция белых пройганная. То есть теперь конем нужно, конечно же, уходить, иначе черные просто его съедят. И вот здесь, если кони уходят назад, допустим, на поле d2, то просто тогда черные съедают слона, играют ферзь g5, и очевидно, что хода ферзь b7 у белых уже нет. То есть черные просто выиграли фигуру. Также важно понимать, что не работает и другой ход, а именно конь e5. То есть теперь уже понятно, что ферзь g5 хода у черных нет, но тогда можно поменять ферзей и сыграть f6. То есть получается, что у коня не было удачного отхода, и в любом случае все равно здесь белые остаются без фигуры. Именно поэтому ход ферзь b3 данной позиции уже не спасал. Белые же сыграли ферзь f3, именно в этом и была их идея. То есть идея была в чем, что после ферзи f3 черные съедают слона, но белые играют ферзь b7. То есть нападают на ладью, и соответственно, вариант, который они рассчитывали, ну, по крайней мере, по такой вот, можно сказать, легенде, это ферзь c3, король d2, допустим, ферзь c4 шаг, король d2 и ферзь c6. То есть если черные играют ферзь c6, тогда они уже сами проигрывают из-за того, что будет ферзь c8 мат. Но очевидно, что черные не обязаны идти на такой плохой вариант и проигрывать вот так вот довольно быстро и, по сути, в общем-то, просто взевать мат в один ход. Конечно же, черные могут сыграть рокировка. То есть рокировка хороший и сильный ход. Дело в том, что да, тогда теряется ладья на поле a8, но, конечно же, самый главный фактор в любом положении, это, естественно, король. То есть если король стоит плохо, то тогда уже не так важен материал. То есть именно поэтому здесь черные просто не пускают короля белых в рокировку и на самом деле просто ставят он мат. То есть вариант такой, это конь c6, ферзь b7, ладья b8. Ну, конечно же, можно отдать ферзя, сыграть ферзь b8, но если ферзя не отдавать, а играть ферзь c7, например, то тогда после ладья b2 у белых нет адекватной защиты от хода ферзь e2 мат. Именно поэтому здесь черные просто выигрывают. То есть что хочу сказать, что в целом, в общем-то, ход слон g5 вполне возможный в защите Грюнфельда, и ход довольно популярный, на самом деле, кроме всего прочего, еще довольно сильный. И, в принципе, и dc тоже за черных нормальный ход, как и e3, то здесь полностью дебют, в общем-то, нормально был разыгран за белых и за черных. Ну, вот здесь была ключевая позиция, где у белых был выбор, как сыграть либо конь c4, либо солнце 4. Правильный ход это конь c4, но после солнца 4, как вы видели, просто черные играют конь c3, и далее меняются слонами на поле c4, играют через d5, и, соответственно, в данной позиции белые просто остаются без фигуры и проигрывают. Тем не менее, конечно же, не только белые могут проиграть в защите Грюнфельда, естественно, что черные тоже, причем проиграть очень быстро. И давайте разберем как раз-таки такой пример, где черные проиграли в течение первых 12 ходов. Итак, d4, конь f6, c4, g6, конь c3, d5, и слон g5 был разыгран примерно тот же вариант, только без хода конь f3, и слон g7. Далее было конь e4, слон h4. Ну и в этой позиции давайте покажу вначале один из главных вариантов в теории, то есть самый простой и одно из самых сильных, это сыграть конь c3 за черных. То есть вариант такой, это конь c3, ну, bc, понятно, белые обязаны ходить. Далее c5, у белых тоже связаны ходы, пожалуй, самое простое это e3. Ну и после слон g7, конь f3, конь c6 возникает примерно равная позиция. Ну, у белых есть, конечно же, минимальный плюс, но тем не менее, все равно позиция во пределах равенства. То есть так за черных проще всего и, скорее всего, сильнее всего играть. Они же сыграли c5 в данной позиции сразу, в принципе, ход тоже возможный, но тем не менее, в принципе, он и чуть более слабый. Ну что ж, далее последовало e3, ферзь a5, нападая на коня c3, ферзь b3, защищая коня, конь c6, конь f3, cd, ed. То есть, в принципе, я все эти ходы тоже делаю довольно быстро, вот поскольку они, в общем-то, объективно были довольно неплохими для белых и для черных. Однако все равно по дебюту небольшой перевес остается у белых. Ну и здесь давайте вначале тоже покажу, как черным нужно было играть, и потом покажу, как они в партии очень быстро проиграли. То есть, правильный ход за черных был конь c3, все равно такой ход в черном, в общем-то, нужно делать рано или поздно. И далее после bc еще есть один интересный ход, это слон e6. Ну, на самом деле, идея банальная, защитить пешку на поле d5. Дело все в том, что ферзь b7 играть белым плохо, там будет ферзь c3, и здесь у черных очень сильная атака, и на самом деле просто уже выигранная позиция, поэтому ферзь b7 ход плохой, и нужно белым сыграть по-другому, ну, самое логичное это cd. Ну и далее после или ферзь d5, или слон d5 у белых есть небольшой перевес, давайте уже разбирать данную позицию отдельно не буду, то есть, в общем-то, это уже тема, можно сказать, отдельного видео, и сейчас мы про нее говорить не будем, но суть в том, что все равно у черных здесь, по крайней мере, больших проблем опять-таки нет. Ну, а то, что в партии они сделали, это уже серьезная была ошибка, то есть, они сыграли вместо конь c3, слон g7, то есть, да, это ход стандартный в защите Крюнфельда, но, тем не менее, нужно всегда учитывать конкретику, которая здесь в пользу белых. Ну что ж, далее последовало cd, черные все-таки сыграли конь c3, но проблема в том, что после хода bc их позиция уже очень-очень тяжелая, ну, по сути, просто пройганная. Ну что ж, здесь в партии последовал ход слон d4, после которого белые сразу выиграли, ну, давайте, в общем-то, разберем вначале другие ходы. Но, прежде всего, напрашивается, конечно же, уход коня, поскольку конь под боем, допустим, и конь b8. Ну, а тогда после слон c4 у белых, хотя всего лишь лишняя пешка, на самом деле перевес позиционный очень большой. Дело все в том, что черным даже не так легко закончить развитие, потому что на рокировку нужно проверять ход стон e7. Вот, можно, конечно же, сыграть пока конь d7 черным, потом, допустим, как-то конь f6, и потом рокировка, но это все очень-очень долго. Белые сыграют рокировку, ладья e1. Ну, давайте покажу очень-очень быстрый план, поскольку, в общем-то, уже начал про это говорить. То есть, допустим, если просто так вот развиваются события, то все равно у белых перевес развития огромный, и, соответственно, на рокировку теряется пешка e7, то есть у белых уже будет дведешняя пешка, плюс их фигура стоит более активно. То есть, видно, что здесь позиция черных уже, ну, очень-очень тяжелая. То есть, она, возможно, еще не пройганная, но, конечно же, перевес у белых большой. Именно поэтому конь b8 ход не работает, но не работает и тактика, связанная с ходом слон d4, либо конь d4. Ну, давайте покажу вначале конь d4, а потом разберу то, что было в партии, а именно слон d4. Итак, на конь d4 последует конь d4, слон d4, и вот очень важный ход, который как раз-таки решает исход партии в пользу белых, это ферзь b5 шаг. То есть, важный промежуток, после которого просто теряется слон в итоге. То есть, меняться ферзями нужно, ну, и далее, допустим, слон d7, еще один размен, и после cd просто лишний слон, опять-таки, у белых, и позиция элементарно выигранная. Вот, именно поэтому конь d4 не работает, но также не работает и ход слон d4. То есть, как вот тоже часто и бывает, самый простой ход является самым сильным. То есть, здесь белые, как рассуждают, под боем пешкой c3, и, соответственно, что нужно сделать? Просто ее защитить. Белый сыркает, владеет c1, и выясняется, что теперь у белых все защищено, у черных же под боем, как конь на c6, так и слон на поле d4. То есть, если уйти конем, допустим, на b8, то будет конь d4, если уйти слоном, тогда, соответственно, будет ход dc. И так и так белые выигрывают фигуру, и вместе с ней выигрывают и партию. Именно поэтому, что хочу сказать, что, опять-таки, важно знать теорию, особенно в таком остром дебюте, как защита Грюнфельда, потому что буквально один неаккуратный ход, который, в принципе, является стандартным. То есть, данные позиции черные сделали вроде как самый очевидный ход стон G7, но вот этот ход уже приводит к очень большим проблемам, и здесь уже у черных, по сути, просто пройдено. В конце хотелось бы показать одну очень популярную ловушку в защите Грюнфельда, но, по крайней мере, она встречается по мегабазе более 45 раз, и давайте разберемся, что же здесь вообще происходит. То есть, это тот вариант, где, по сути, белые проигрывают партию в 6 ходов. Так, d4, конь f6, c4, g6, конь c3, d5, конь f3, стон g7, стон g5. Все эти ходы мы с вами уже видели. И вот здесь конь d4, как я и говорил, главный ход за черных. И в этой позиции у белых есть тоже разные ходы. Можно сыграть просто сон h4, можно сыграть, допустим, cd. Ну, cd самый сильный ход по теории, но точно не нужно делать тот ход, который черные сделали, белые, вернее, сделали в одной из партий, которую я нашел в базе, и на самом деле таких партий, повторюсь, примерно 45 штук. Так вот, это ход конь d5. Дело все в том, что здесь сразу же теряется фигура после конь g5, конь g5 и е6. Оба коня под боем, и спасти, в общем-то, можно только одного, естественно. Ну, вот вариант, давайте продолжим. То есть белые остались буквально через два хода, хотя, в принципе, даже здесь уже это можно было сделать. Но следовало еще конь f3, ed, e3, брокировка, b4, dc, ну и в этой позиции на 10-м ходу уже белые остались. То есть просто не хватает у них фигуры, и понятно, что компенсации никакой за эту фигуру у белых нет. Именно поэтому вот так вот важно знать теорию, ну, либо как минимум хорошо, в общем-то, разбираться в тактике, и, соответственно, не зевать такие вот удары. По сути, удар довольно несложный. То есть понятно, что после хода конь d5 всегда нужно проверять, в общем-то, различные взятия. Взятий у черных не так уж и много, по сути, только одно нормальное, это конь g5. Ну и после хода конь g5, то есть белые просто, видимо, не нашли ход e6. Ну, а после хода e6 очевидно, что их позиция пройганная. То есть, да, тактика вроде как несложная, но тем не менее, как вы видите, практика показывает, что довольно часто белые сюда попадают, и очевидно, что вы можете ловить на эту тактику и своих соперников тоже. Ну и также в конце, так сказать, на правах рекламы хочу еще напомнить, что у меня есть подробный обучающий курс по защите Грюнфельда за черных, где мы разбираем как основные варианты Грюнфельда, связанные с ходом cd, и далее, соответственно, ходом e4 со стороны белых, так и все другие ходы, когда белые не бьют пешку на поле d5, то есть играют, допустим, кони f3, слон g5, слон f4, e3, ну и так далее. То есть, эти системы тоже подробно разобраны, поэтому, если вас данный курс интересует, то можете его приобрести, и вот на данной странице есть подробное описание того, что вошло в этот курс. Ну и также добавлю, что сейчас на него действует скидка в 25%. Ну и хочу еще напомнить тоже, что у меня недавно вышел сборник курсов по шахматам, который тоже до сих пор продается по скидке. Скидка действует еще один день, поэтому, опять-таки, если вас интересует, то можете приобрести. Ну что ж, на этом тогда я заканчиваю данный обзор. Надеюсь, что он вам понравился. Всем спасибо за внимание, и до скорых встреч уже в новых видеороликах.